Минтранс сообщил, что в этом году будет осуществлен ряд крупных дорожных проектов. Так, реконструкция автодороги М7, Минск-Вильнюс и пункта пропуска Каменный Лог на границе с Литвой должны начаться летом. Средства на реализацию выделил Европейский инвестиционный банк. Завершить работы планируют до 1 мая 2021 года. Кроме того, в этом году будет завершена реконструкция дороги Р-53 от Кургана Славы до Смолевичи. Тему продолжит экономика дня с Андреем Ловтенком. Рассказали Минтрансе о том, как измениться знаменитая Олимпийка. Планируется, что на дороге М1 исчезнут все пересечения в одном уровне и пешеходные переходы. Ремонт покрытия планируется выполнять поэтапно. Задача в этом году сделать технико-экономическое обоснование проекта и договориться с банком. Работы начнутся не ранее 2021 года. В этом году планируем приступить к реконструкции автомобильной дороги Р-23 Минска-Микошевича на участке от Слуцка до Солигорска. Реализация проекта по реконструкции автомобильной дороги М-3. Реконструкция дороги в направлении Смолевича-Минск. Деловой климат Беларуси обсудили на конференции в Минске. В организаторах мероприятия «Белорусская научно-промышленная ассоциация». К слову, конференция приурочена к 30-летнему юбилею этого старейшего бизнес-объединения. В кулуарах можно было увидеть экс-премьеров, руководителей министерства и ведомства, банкиров, представителей крупного и малого бизнеса. Когда мы занимаемся конкретными проблемами конкретных предприятий, и мы не стесняемся доходить до тех наших коллег-госорганов, которые являются источниками этих проблем, это оценивается даже тогда, когда мы не получаем даже результата положительно. Они оценивают сам факт стремления помогать в разрешении их законных прав. Мы видим, что в других странах именно такие ассоциации, как БНПР, выступают в хорошем смысле лоббистами тех или иных вопросов, но не в каких-то коммерческих целях, а в целях поиска разумного диалога, баланса, возможностей регулятора и того, что хочет бизнес. Эксперты отмечают, что несмотря на ряд предпосылок того, что рост цен на квартиры может остановиться уже в этом году, в первом квартале они будут еще по инерции двигаться вверх в пределах 1-2%. Подобный рост сопровождал весь 2019 год. По данным Национального кадастрового агентства, в целом на конец года рост средней цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры составил 9-10%. В областных центрах та же тенденция наблюдается. То есть в пределах 1-2% рост цен на квартиры, в некоторых областных центрах до 3-4%. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в городе Витебске. Цены на нефть могут взлететь и превысить отметку 180 долларов за баррель. Впрочем, прогноз относится к 2050 году. Такую оценку представила Минэнерго США. По мнению аналитиков министерства, пик нефтедобычи в Штатах придется на 2022 год. В дальнейшем легко извлекаемые запасы и сякнутые добыча будут сопровождаться высокими издержками. Цены на черное золото пойдут в рост. Пока же обратная картина. Цены на нефть снижаются. Баррель смеси Brent стоит менее 60 долларов и, возможно, и более низкие ценовые уровни. Лорен Баффет продает свой медиабизнес. Принадлежащий ему BH Media Group отойдет компании Lee Enterprises за 140 миллионов долларов. BH Media принадлежат 30 ежедневных и 49 еженедельных изданий и 32 других печатных продукта в 10 американских штатах. В прошлом году волшебник Азамахи предсказал смерть всем изданиям, кроме крупнейших, из-за сокращения количества рекламы. По его словам, на американском рынке могут остаться только New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Продолжение следует...